Три блюда. Их цель – доказать, что, ну, например, тысяч рублей хватит для того, чтобы накрыть роскошный новогодний стол. И здесь лайфхак. Мы трамповываем и смазываем майонезом. Майонезом много не бывает. Очень вкусный. Теперь нам нужно натереть сыр на терке. Сейчас покажу лайфхак. На это занятие можно на помощь позвать мужа, детей, собственно, что я и сделала. Всем привет! Меня зовут Юля. Вы все знаете меня как сладкий персик. И уже много лет я делюсь с вами своими кулинарными секретами. Сегодня я приму участие в блогерских закупках. Их цель – доказать, что даже самой скромной суммы, ну, например, тысяч рублей, хватит для того, чтобы накрыть роскошный новогодний стол. Ставьте лайк этому видео, делитесь своими секретами новогодней стрипни. Сегодня на тысячу рублей я приготовлю целых три блюда. У нас будет горячее – это картофель дефине, салат, который называется «Гранатовый браслет». Он очень вкусный и красивый, а также закуска в виде маленьких рафаэлок, которые мы будем делать из крабовых палочек. Здесь у нас ингредиенты на все три блюда. Нам понадобится свекла, одна большая или много маленьких. Она у меня заранее уже отваренная. Один гранат. Примерно 200 грамм грецких орехов. Одна большая или много маленьких морковок. Примерно 7 картофеля. Примерно 500 грамм сыра. 4 вареных яйца, одно сырое. Конечно же майонез, куда без него. 3 зубчика чеснока. 200 грамм крабовых палочек. 200 миллилитров молока. Жирность может быть любая, какая вам больше нравится. Сот и перец. Все продукты обошлись мне в тысячу рублей. На кухне у меня были только соль, перец и чеснок. А все остальное я купила. И первым мы с вами приготовим картофель. Для этого берем картошку, очищаем ее от кожуры и нарезаем на тонкие кружочки. Вот посмотрите, какой толщины должны быть картофельные кружочки. Толще не делайте, иначе картошка будет очень долго готовиться. Но главное, чтобы все кружочки были примерно одинаковой толщины, чтобы картофель приготовился одновременно. Картофель мы с вами нарезали. Теперь нам нужно натереть сыр на терке. Но так как тертый сыр нам нужен для всех трех рецептов, мы его сразу натрем весь. Если вы готовите новогоднее блюдо со всей семьей, вот на это занятие можно на помощь позвать мужа, детей, ну, кого-нибудь. Вы пока будете нарезать, кто-нибудь натрет вам сыр на терке. Собственно, что я и сделала. Потому что занятие это простое, но очень долгое. Посмотрите, вот столько сыра у нас получилось. Нам нужно отсюда взять примерно одну третью. Но сначала мы берем глубокую миску и разбиваем в нее сырое яйцо. Слегка взбалтываем яйцо вилкой, затем наливаем молоко и снова взбалтываем. Теперь добавляем сюда примерно одну третью нашего натертого сыра и хорошенько перемешиваем. У нас все готово для запеканки. Мы берем форму для запекания, у меня вот такая керамическая. И здесь лайфхак. Берем маленький зубчик чеснока, срезаем у него часть и натираем форму чесноком. Так блюдо будет еще вкуснее и ароматнее. И этот лайфхак, кстати, можно использовать не только для этой запеканки, но и для любых других вторых блюд. Форму натерли. Теперь выкладываем запеканку. Сначала кладем тонким слоем картофель, примерно можно два ряда положить, и заливаем нашей заливкой. И таким образом повторяем слои, пока заливка не кончится. Я, кстати, чуть не забыла, каждый слой не забываем поперчить и посолить. Здесь главное не пересолить, потому что сыр у нас уже соленый. Сыра здесь достаточно много, поэтому соли используйте совсем чуть-чуть. Ставим форму в разогретую до 200 градусов духовку и готовим примерно 45 минут. Чтобы сыр у нас сильно не пригорел, я буду ставить не на середину, а на нижний уровень духовки. Кстати, если у вас духовка очень мощная, и вы видите, что сыр начинает пригорать, можно форму накрыть фольгой и оставить так минут на 30, и снять фольгу примерно за 10 минут до конца. И пока наш картофель выпекается, мы с вами сделаем рафаэлки из крабовых палочек. Сыр у нас уже натертый на терке. Нам нужно на крупной терке натереть крабовые палочки, можно на мелкой, как вам больше нравится, и также мелко покрошить яйца. Теперь мы соединяем в миске нарезанные яйца, половину натертого сыра и заправляем цветом майонезом. Здесь, смотрите, наша масса должна получиться очень липкой и хорошо держать форму, поэтому много майонеза не лейте. Вот такая масса у нас должна получиться. Теперь мы скатываем из нее шарики, небольшие, размером как рафаэлки, и обваливаем в крабовых палочках. Наши рафаэлки готовы. Посмотрите, какие они красивые. Их получилось намного больше, а просто на эту красивую блюдечку вместилось только вот несколько штук. Мы пока что берем их в холодильник и займемся салатом. Наш картофель дефине тоже уже готов. Он очень вкусно пахнет, такой ароматный, пахнет сливками и сыром. И мы пока что оставим его остыть, пока готовим салатик. А потом перед подачей фоба может поставить в духовку минут на 15 и картофель подогреть. Ну что, нам осталось сделать только салат. Для этого мы берем натертый сыр на терке. Натираем на терке сырую морковь, отварную свеклу, чеснок тоже раздавливаем. Из граната вынимаем зерна и орешки мы измельчаем. Это можно делать в блендере или просто с помощью ступки. Сейчас покажу лайфхак, как измельчить грецкие орехи, если у вас нет блендера. Берем вот такой вот пакет для заморозки с зип-замком. Отправляем туда орехи. Застегиваем. Кладем на стол. Выпускаем воздух. И берем скалку и раскатываем. И у нас получается вот такая вот крошка. И, кстати, таким же образом можно измельчить, например, печенье, если вы делаете чизкейк, если у вас нет блендера. Очень удобный способ. Не помню, не сказала или нет, но еще нам нужно измельчить чеснок. Для этого у меня есть вот такая вот старая советская чеснокодавилка, и я всегда пользуюсь ей, потому что резать очень долго. И сразу добавляем чеснок к натертому сыру. У нас с вами получаются слои. Нам их нужно доработать. Смотрите, у нас есть зерна граната, сыр с чесноком, тертая морковь. В морковь нам нужно добавить майонез. Есть свекла с грецкими орехами. И свеклу нам нужно как раз с ними смешать. Наши слои готовы. Теперь мы берем плоское блюдо, стакан, и вокруг стакана начинаем их выкладывать. Слоями. Первым слоем кладем морковь, затем у нас идет сыр, затем свекла и украшаем все это дело гранатом. Каждый слой мы слегка утрамбовываем и смазываем майонезом. Но морковь можно не смазывать, потому что мы ее уже с майонезом перемешали, а вот все остальные слои точно надо. Вот такая штука у нас пока получилась. Посмотрите, свекла розовые, похожие на селедку под шубой. Теперь мы по всей площади украшаем этот салат гранатом. И, кстати, не жалейте здесь, пожалуйста, майонеза, потому что это тот редкий случай, когда майонеза много не бывает. Этот салат у нас будет настаиваться и пропитываться майонезом. Поэтому чем больше, тем лучше. Вот такая красота у нас получилась. Теперь самое сложное. Нам нужно аккуратно достать стакан. Здесь осложняется все тем, что у меня стакан немножко сужается кверху. Если у вас есть ровный, то возьмите лучше его. Пробуем. Ура! У меня получилось. Посмотрите, какой он красивый. Однозначно стоит того, чтобы его сделать. Вот такой праздничный стол у нас получился. Посмотрите, мне кажется, это очень красиво, очень вкусно, а главное, недорого. А какие вас еще ждут сюрпризы, вы узнаете в следующем ролике. С вами была Юля, канал Сладкий Персик. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok